Цветов и красок хоровод Именно так называется новая самобытная выставка, которая открылась в музее Изои имени Машкова на прошлой неделе. В сотне авторских работ, выполненных исключительно вручную, собралось все самое красивое и интересное, что только есть в русских народных промыслах. Лаковые миниатюры на папье машемастеров из глубинки, известных на весь мир художественных центров России Палеха, Федоскина, Холуэ и Мстеры, занимают центральное место во всей экспозиции. Холуэйская миниатюра детально передает фольклорные и былинные темы. Работа из Палеха славится удивительными жанровыми сюжетами и изящным письмом. Мстерские мастера работали в светло-голубой и зеленой гамме, отражая жизнь и быт современников. Украшением выставки стали расписные жестовские подносы и, пожалуй, самый элитарный вид народных промыслов – золотное шитье городца. Наша цель – это не только познакомить жителей и гостей Волгограда с этими уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства, но это также еще раз подчеркнуть нашу национальную самобытность, нашу уникальность и рассказать, что нам по-прежнему есть чем гордиться. Большая часть экспонатов родом из 70-х-90-х годов прошлого века. Хотя мастера и сохранили старинные традиции народных промыслов, каждый принес свое творение что-то новое. Это более яркий красный цвет в Палехе, особый позолоченный орнамент на мстерских ларцах или своеобразные цветочные элементы на подносах. Есть даже и совсем неожиданные экспонаты. Например, шкатулка 1964 года под названием «Чайка», которая рассказывает о жизни первой женщины-космонавтки Валентины Терешковой. Выставка «Цветов и красок хоровод» продлится в музее Зои имени Машкова до 22 октября.